Девочка-пай Не секрет, что после проведения универсиады в 2013 году Казань стала привлекать больше туристов. Но что ожидает гостей в этом сезоне? Какие интересные места скрыты даже от местных жителей? Как провести незабываемый отпуск, не покидая Казани? Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и мы начинаем. Хочу представить наших сегодняшних экспертов. Это директор Центра развития туризма Республики Татарстан Оксана Николаевна Сыргина и Светлана Александровна Шабалина, доцент кафедры сервиса туризма Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета. Оксана Николаевна, расскажите, пожалуйста, нам вообще о бренде Татарстан. То есть не так давно началась такая программа, как «Визит Татарстан», которая, в принципе, объединяет в себя всю туристическую среду, которая есть у нас здесь, под одной эгидой. Так что из себя представляет бренд Татарстана? Ну, вообще, это программа развития тур-дестинации «Визит Татарстан». Это комплексная программа, коммуникационная и маркетинговая, которая направлена, прежде всего, на продвижение всех ресурсов наших туристических республики на российские международные рынки. И, конечно же, включает в себя большую работу по внутренней отрасли, чтобы привести всю нашу работу внутри к одной большой идеологии, к одной единой и красивой цели и миссии, которую мы обозначили для себя как «Татарстан – тысяча одно удовольствия». Что турист может, приехав сюда, получить все то самое удовольствие, о котором ему говорится где-то на выставках, или продают туроператоры, и он может это удовольствие найти абсолютно во всем, начиная от посещения наших культурно-исторических объектов, от нашей замечательной кухни и прочее, прочее. То есть у каждого удовольствие свое. То есть это такая большая единая идея, которую мы хотим, чтобы наш рынок ей зажил. Каждый житель, каждый участник турбизнеса это понимал и осознавал. Ну и, конечно же, вся работа по созданию турбренда, она строится на двух основных таких площадках. Это внешняя работа, связанная с продвижением, и внутренняя работа, связанная с приведением нашей индустрии туризма, вот к той самой идеологии. Такие проекты, как аккредитация объектов туриндустрии визита Тарстан, то есть рекомендованный визит Тарстан, это мы будем отмечать на карте, туристической карте, те объекты, которые действительно соответствуют этой идеологии, у которых есть высокие стандарты обслуживания, знания английского языка и прочее, прочее. Также большое внимание мы сейчас уделяем сувенирной продукции, выпуску сувениров нового поколения, возможно, освежим ассортимент всех тех сувениров, которые есть сейчас в наших сувенирных лавках. То есть это такая большая работа внутри, ну и также наши партнерские проекты, которые мы планируем делать с нашими основными предприятиями экономики республики Татарстан, такие как Бахатле, ЮВТ, Айра, ну и прочие компании, которые тоже заинтересованы в своем продвижении, ну и, естественно, привлечении сюда туристов. Оксана Николаевна, а вот почему туристы должны приезжать именно к нам? Ну, например, там не в Нижний Новгород поезд погулять, не в то же самое, там, в любимый Петербург или Москва, то есть почему именно к нам они должны приезжать? Ну, собственно, если согласно нашей идеологии, которую мы себе поставили, да, то, конечно же, это получить удовольствие, что здесь в Татарстане нет ничего обязательного, да, что каждый может найти для себя что-то свое, открыть что-то новое, получить какой-то уникальный экспириенс и тот уникальный опыт, про который мы все говорим. То есть, естественно, наша задача сделать так, чтобы Татарстан появился на туристической карте мира, и он там был, и мы конкурируем не только уже с регионами России, планируем конкурировать, конечно, и в мире, чтобы люди выбирали нас как туристическое направление. И, Оксана Николаевна, какие вот новшества в инфраструктуре вы могли бы отметить? Вот, наверное, если начиная с 2013 года, вот что вы могли бы выделить? Такое самое интересное, что изменилось? Ну, конечно, ну, сейчас, если перечислять все объекты, да, нам эфира не хватит, конечно же. Это действительно очень много, и много не только в Казани, много в республике Татарстана, и что мы планируем сделать? Развивать не только Казань, потому что Казань это уже драйвер, он таковым является для туристов, потому что люди сюда приезжают, это основная точка въезда, и дальше уже они выбирают для себя, куда ехать по республике. Поэтому, естественно, очень важно выделять туристские центры в самой республике Татарстан, и Болгарс, и Яшска, и Чистополь, и Лабугу, и все наши уникальные места, где действительно есть что посмотреть, и есть что поделать. И, конечно же, можно отметить активность наших районов в плане развития туризма, потому что действительно возникло осознание, возникло понимание и стремление хоть что-то изменить и хоть что-то сделать. То есть это вот такой большой момент. В инфраструктуре, конечно же, рост гостиничных объектов, мы не можем не констатировать, это просто бум, особенно 2013 год, и сейчас они продолжают открываться, продолжают развиваться. Их у нас сейчас, по последним статистическим данным, 164 средства размещения только в городе Казань, по республике Татарстан 395, с учетом наших санаториев, здравниц и домов отдыха. То есть это действительно большая цифра, и это основное, что интересует туриста, потому что ему нужно где-то жить. Там, где нужно кушать, у нас сейчас в национальной, то есть есть своя национальная еда, и, естественно, гастротуризм, он тоже очень привлекательный. Этим летом планируется открытие гастрофестиваля, это то, что делает исполком города. Открылось у нас уникальное для вообще, наверное, всей России национальное шоу. Это первое фольклорное шоу «Казан» называется, так его официальное название, где туристы, ну, как в Турции, наверное, где-то видели, да, или в Египте, они вроде приезжают на ужин, в то же время их веселят, показывают уникальные танцы, традиции, да, и все это через песню, через музыку, и туристы действительно очень много впечатлений увозят с собой. Ну и прочее, прочее. У нас достаточно много сервисов, которые позволяют туристам ориентироваться. Если это, например, целевая аудитория, семейные туристы, то они могут найти для себя там на любом ресурсе, либо топ-трип-тип, либо локал-уэй информацию, куда пойти с детьми. Это и зоопарки, и трогательный зоопарк у нас открылся вот вчера в татарской усадьбе. Это и аквапарк, и тот же трогательный зоопарк около аквапарка. Ну и так далее. То есть для каждого сегмента можно найти свое, музеи, конечно же, людям особенно интересны пляжи вот сейчас открываются. В общем, действительно, тысяча и одно удовольствие для всех, и на любой вкус они найдут себе любое место, куда можно сходить. Хорошо. Светлана Александровна, вопрос к вам. Вот кафедра сервисов туризма, да, что за специалисты? То есть, ну, к чему их, в принципе, готовят? Расскажите нам. Ну, подготовка студентов по направлению туризм и гостиничное хозяйство на кафедре началась в 2008 году, и первый выпуск, соответственно, произошел через пять лет. Безусловно, специалисты и востребованность таких специалистов, она появилась с развитием туристической индустрии, когда пришло понимание о том, что должны быть все-таки специалисты, которые имели бы диплом именно своего вот этого профессиональной направленности. Потому что, если посмотреть, кто работает, скажем, в гостиницах, директорами туристических фирм, очень многие пришли из-за других совсем смежных каких-то отраслей. И очевидно, что кроме теоретического обучения предполагается еще и практика. Поэтому студенты, когда заканчивают и сдают сессию, они направляются на практику, где получают практические навыки работы в гостиницах. Допустим, студенты у нас работают на таких позициях, как горничная. Если позволяет знание языка, хорошего языка, да, то есть, безусловно, они сначала начинают со стажерами на ресепшн и помощниками, и затем уже включаются в процесс. Сейчас, вот, допустим, такой у нас совместный проект. Есть гостеприимная Казань с комитетом по туризму Республики Тарстан. Гостеприимная Казань. И в течение двух недель студенты находятся на информационных площадках. Их можно видеть достаточно так издалека, в красной такой форме, да, то есть с обозначением гостеприимная Казань, точка информации. Как волонтеры, да? Как волонтеры, безусловно. Но это им, безусловно, дает такой опыт общения, потому что турист может подойти совершенно любым вопросом, где останавливается там автобус, по которому можно проехать по центру города, допустим, тот же самый известный красный автобус. Вот, и волонтеры, безусловно, да, то есть должны, владея информацией, вежливо, доступно объяснить. Либо, скажем, где можно купить билеты на какой-нибудь концерт, фестиваль, куда можно пойти попробовать, допустим, тот же самую национальную кухню. А есть такое интересное в других регионах? Или это какой-то вот изюминками нашей республики? Он, конечно, пришел к нам. Нет, он пришел, на самом деле, я могу... Микрофон. Я могу прокомментировать немножко. На самом деле, Республика Татарстан в 2008 году стала первой в создании туристского волонтерского движения. То есть его не было тогда ни в России, ни в мире. Мы его первую создали и объединили всех, все вузы профильные. Потом переняла опыт Москва, и сейчас уже другие регионы. Прошел вот первый айфорум, айпрофорум, да, всех волонтеров России. То есть, да, мы всех регионы Российской Федерации собрали, и, собственно, они сейчас активно развивают туристские движения. И тогда, когда создавалось гостеприимное казание, это первый выпуск в 2010 год, конечно, были туристические ангелы Санкт-Петербурга. Это те люди, но там не волонтеры, это жители города, которые проходили определенное образование, и, одевая футболки, выходили просто помогать людям в город по своей собственной инициативе. Но у нас немножко другой формат. У нас все-таки профильные специальности работают на этой стойке и позволяют людям ориентироваться, в принципе, по городу, оказывать информацию и делают людям приятно, понимая, что у нас живут дружелюбные жители. Ну и при том это очень колоссальный опыт для них самих, как для будущих, в принципе, все равно специалистов, да, которые могут уже во время учебы... Вот та профессия, в принципе, где как раз-таки тоже могут уже практиковаться и быть уже действительно с опытом хорошим. Да, конечно, то есть процесс общения с гостями, умение отвечать на вопрос, давать информацию, рассказывать о достопримечательностях. На каждой стойке есть туристическая карта, то есть каждая стойка снабжена туристической картой центра города, и по желанию, конечно же, выдается она, то есть если вы попросите, либо, скажем, просто, да, то есть она дается, и можно говорить, то есть по какому маршруту вы можете отправиться, где вы можете приобрести экскурсию, да, то есть это, конечно же, уже такой, ну, вот, можно сказать, высокий уже качественный уровень обслуживания. Светлана Александровна, а можно будет сказать, что у студентов не будет никаких проблем с трудоустройством, то есть что они 100% будут трудоустроены, уж в связи с тем, что у нас в Татарстане на таком же уровне, получается, туризм, значит, получается, и специалисты будут нужны, нужны всегда. Да, то есть получается так, что вот в подтверждении или в продолжении разговора гостиницы, коллективные средства появляются, очевидно, они заинтересованы в том, чтобы у них работал качественный персонал, причем на сегодняшний момент одно из требований, чтобы гостиница прошла сертификацию, это наличие именно профессионального профильного образования, да, поэтому понятно, что руководство гостиницы заинтересовано, чтобы у них работали те работники, сотрудники, которые имели бы конкретное представление или хотя бы какой-то, да, то есть небольшой опыт работы в гостиничной индустрии. И при том, что если студенты у нас учатся 4 года, и после каждого года обучения, после первого, второго, третьего курса они проходят практику, то понятно, что они уже как-то на практике закрепляют, и у них складываются какие-то взаимоотношения. Вот сейчас вот у нас уходит четверо ребят на практику в Ромаду, да, то есть в течение двух недель они действительно на практике, а там уже директор по персоналу Гришина Ольга, она говорит, что если, пожалуйста, вы зарекомендуете себя и хотите поработать, то вы можете, да, то есть и остаться на проспосле собеседования. Вот, и то же самое касается, скажем, стажеров, которые приходят в туристические фирмы, да, то есть они, безусловно, изначально приходят как стажеры, но если руководство видит в них, скажем, адекватного, компетентного специалиста, да, то, безусловно, они переходят уже, скажем, на тот рабочий график, который устраивают и студенты, и работодатели. Ну, не секрет, что туристические фирмы, все-таки работа в туристической индустрии, в туристических фирмах, она носит сезонный характер, да, то есть наплыв туристов происходит все-таки в летнее время, и поэтому в этом случае сходятся интересы и студентов подработать летом, когда у них более или менее они свободны от учебы, и руководство туристических компаний, фирм, да, то есть может нанять там на 2-3 месяца студента. А что касается трудоустройства, то потребность рынка мы ощущаем профессионалов, то есть и у нас бывают, и проводятся круглые столы, и где обозначают работодатели те компетенции, и те точки, да, то есть что они хотят видеть в студентах. Мы, в свою очередь, стараемся, конечно же, студентов максимально готовить вот к этому. И что касается после окончания обучения, то примерно около 90% наших студентов, они устраиваются по тому профилю, да, то есть вот в котором работают. Ну, во всяком случае, вот у меня сейчас готовится к выпуску 7 дипломников, пишут у меня диплом, и из них пятеро, значит, работают уже, скажем, в туристических компаниях, в туристических фирмах. Ну, соответственно, они полностью уже, как бы, включены в свой процесс, в их рабочий. Да, то есть они, безусловно, да, то есть они приобрет, при, переносит теоретические знания на практику, вот, и уже представляют о том, что они, да, то есть такие работники туриндустрии. Вот, когда я была в последний раз в Москве и Питере, там есть велопрокат, вот, который у нас, в принципе, очень хорошо пошел, когда была универсиада. И вот все смотрю, и все написано, улетели на зимовку. Вот даже на стайте, в принципе, визит Татарстана, как бы рекламируется то, что они начнут свою работу. Вот хотелось бы узнать даже у вас, Оксана Николаевна, ожидать ли нам вообще этим летом таких вот катаний на велосипедах, потому что действительно же очень удобно, да, в одной точке взял, в другой поставил. То есть, вот. Наверное, вопрос даже больше к исполкованным, чем ко мне. Но я думаю, что ожидается, и более того, ожидается катание на лодочках. Но когда? Нет, потому что вот когда Даша позвонила, узнала, оказывается, они там в апреле, в принципе, должны были начать свою работу. Но вот в итоге все мы никак даже не можем покататься на таких велосипедах. С чем связана вообще такая проблема, что до сих пор не запустили этот проект? На театре команды разве нет велосипедной аренды? Нет, я вот про тот проект, который начался у нас при универсиаде, да, что вот надо... А, вы имеете в виду полноценный, когда прям на большом количестве точек стоят велосипеды, и можно им и обмениваться. Да. Ну, я думаю, что это все-таки вопрос к исполнительному комитету города Казани. Нужно уточнить у них, с чем это связано, почему это... Я, к сожалению, не могу прокомментировать этот вопрос. И хочу перейти к нашим героям и поинтересоваться вообще, а что вы любите больше всего в Казани? Вот куда вы любите ходить? Ваши какие-то любимые тайные места? То есть поделитесь, расскажите нам. Ну, о тайных местах говорить не приходится, я не знаю. Вчера я совершил достаточно хорошую прогулку вдоль всего Баумана, прошелся по Кремлю, заскочил рядом с дворцом земледельцев, прошелся по набережной. Просто делаю я это достаточно редко и приносит это колоссальное удовольствие. А так, обычно, на прогулку рядом с кабаном, это, наверное, излюбленное место. Ну, Максим, ты приезжий, правильно? Откуда ты? С Удмуртий, Ижинск. Хорошо. И вот расскажи вообще, почему ты выбрал именно республику Татарстан, чтобы приехать, учиться здесь, и вот, возможно, даже в дальнейшем, какие у тебя планы остаться здесь жить, чем тебе вот так приглянулся город? Угу. Приехал поступать, потому что это достаточно близко с Ижевском, то есть сложности каких-то возвратиться домой не возникает. Плюс ко всему, ну, это архитектура, то есть мне сам город понравился. Когда я приезжал сюда на вступительные экзамены, у меня были варианты и в другие вузы поступить, в других городах, но на протяжении трех дней, когда проходили вступительные экзамены, то есть я понял, что я хочу остаться здесь. Причем до вступительных экзаменов в Казань я ни разу не приезжал. Вот это было, ну, это удивительно, потому что Ижевск достаточно близко к Казани, и очень много молодежи приезжают сюда и развлекаться, и поступать, учиться. И гулять в ту же городе, да? Да, и гулять. То есть как туристы? А для меня это было вот 18 лет открытием. То есть я приехал в Казань, я понял, что я хочу здесь остаться, наверное. Но это пока. Мне нравится Казань, я ее люблю, но посмотрим, что будет в будущем. Хорошо. Ну, у других какие есть интересные места? Ну, я думаю, что можно упомянуть о Болгаре, Свияжске и еще ряде городов республики, вот где тоже хорошо. Ну, вот по мне, так вот, центр Казани, он, поскольку я все-таки больше как автотурист, и хоть я живу здесь, в этом городе много, стараюсь ездить по стране, и в частности по ее европейской части, меня всегда напрягает, когда в центре города, особенно не очень большого, платная парковка. То есть это как бы отталкивающий такой момент для туриста. И у нас в центре города, чтобы, допустим, вечером погулять, на самом деле машину поставить негде. А мы же студенты, и затраты на метро и автобус, они одинаковы для одного человека, для двоих они в два раза больше становятся. На машине такой проблемы нет. На машине сколько человек повез, в общем, затрат меньше на дорогу. Вот это, конечно, момент напрягает, что машину в центре города поставить негде. Так, ну, что касается городов республики, давайте все-таки не будем говорить пока о Болгарии и Свияжске. Мне очень понравится Лаишево. Вот это вот вообще просто 70 километров от Казани. Хорошая дорога, красивые храмы и Волга. Вернее, пересечение Волги и Камы, как море. Плюс, если вы очень захотите, если откроете Википедию, к примеру, или посмотрите, в этих же местах родился наш дорогой Гаврила Державин. Первый министр юстиции в Российском мире. Вот, вот, великий, собственно, поэт и государственный деятель России. Вот, там рядом находится село Егорьево, кажется, там похоронены его родители. И церковь, это в Сокураха, где, по-моему, его крестили, даже деревянная, старинная. Вот, что касается еще одного города в Татарстане, который мне понравился, это город Мамадыш. Там потрясающая набережная, речки Вятка. Высокий берег такой Вятки. Угу, и два, и целых два поющих фонтана на набережной. Вот это тоже вот, ну, Болгар просто сделан очень хорошо. Вот, туда два прекрасных способа добраться. Это автотранспортом и на метеоре. То есть, получается, если люди говорят, и даже местные жители, нам некуда их сходить, мы уже все посмотрели, это неправда. То есть, еще много неразведанных интересных мест, куда можно съездить и провести свой прекрасный досуг, правильно? Правильно. Но, вот, сейчас я что-то хотел сказать. Еще есть у нас такое под Казани место, это печище. Там до сих пор, если вы туда приедете, это очень совсем близко, летом вообще прекрасно. Тоехать, садишься на метеор, на восход, не метеор, восход, тоже судно на подводных крыльях, оно с речного порта ходит, или на Омик, который идет до Свияжска, и едешь туда. А там есть музей Янки Купала и потрясающие развалины. Ну, развалины в Казани... Нельзя сказать, что это прям потрясающе, но все же. Это есть на что посмотреть. Развалины вот этих печей, где обжигали известь, которая водится в этих местах на высоких берегах Волги. Вот. Ну, на самом деле, это вот как раз говорится о туризме малых городов. Такой туристический складывается у них образ, потому что вот непередаваемая совершенно атмосфера этих малых уездных городов, спокойствие, умиротворение. Мамадыш тот же самый гастрономический туризм. Если говорить о печищах, то главная достопримечательность – это геологический вот этот вот разрез, причем это памятник федерального значения, да, то есть у нас их всего пять в Татарстане. Главная, наверное, все-таки проблема в том, что не всегда информация достаточно широко представлена. И интересуются все-таки достаточно узкие такие вот сегменты, наверное, да, то есть либо, скажем, автомобильные туристы, да, то есть либо, скажем, это какие-то школьные группы. Вот, главная задача развития туризма в этих малых туристских дестинациях или новых, да, конечно же, у них есть свои неоспоримые, да, то есть привлекательные изюминки, стороны, да, то есть вот того же самого Мамадыша, либо, допустим, сейчас говорят о новом проекте развития туризма в Чистополе, да, то есть вот, то есть если обратиться к любому населенному пункту, небольшому совершенно, всегда можно найти, что может заинтересовать туризма, туриста, да, то есть создать или открыть такую красивую туристическую легенду об этом месте, потому что все-таки туризм — это экономика впечатлений, правда? Ну, еще я считаю, что... Отрасль экономики. Еще я считаю, что, в принципе, спорт тоже является такой неотъемлемой частью, которая привлекает большинство людей вообще в наш город. Вот интересно у вас спросить по поводу вообще спортивных объектов, да, как вы их оцениваете, насколько они, так скажем, играют важную роль вообще в том, чтобы привлечь сюда, ну, как можно больше гостей, да, то есть и большой стадион, и волейбольные различные центры, и водных видов спорта. Добрый день, уважаемые гости. Я, как человек, который связан напрямую со спортом, могу сказать, что Казань — это круто, это красиво, это великолепно. И даже если вот спрашиваешь у своих знакомых, друзей, которые живут в соседних регионах с нами, если это не так далеко, они с удовольствием все хотят приехать. То есть вот на личном опыте скажу, что друзья из Нижнего Новгорода, Ижевска, Самара, Ульяновска приезжали, и вот этим летом я жду своих друзей, с которыми познакомимся где-то далеко на отдыхе из Москвы. Они просто хотят приехать и посмотреть. Ну и спорт здесь, наверное, можно даже сказать, стоит особняком, поскольку вот по, опять же, личному опыту путешествиям, работе, когда спрашиваешь иностранцев, вот что о России знаешь, какие города они, конечно, если мы вынесем за скобки Москва и город, который стоит на реке много соборов, мы понимаем, что это Санкт-Петербург, они называют Сочи. И вполне понятно почему, потому что это город, где была Олимпиада, сейчас там проходит регулярно Гран-при Формулы-1. Ну и Россия, конечно, это Казань, потому что все мы знаем, что за что надо, я считаю, сказать отдельное спасибо руководству республики, поскольку был выбран, я считаю, верный курс, и как пропаганда, как популяризация города в целом в России и в мире была сделана такая существенная, скажем, существенный акцент на спорт, потому что мы помним, что у нас было, сначала была универсиада, были различные чемпионаты Европы по бадминтону, в вольной борьбе, самбо, там в прошлом году у нас был чемпионат мира по плаванию, а это уже действительно, так скажем, событие международного планетарного масштаба. В этом году у нас такая небольшая передышка, на следующий год нас ожидают Кубы Конфедерации по футболу, и чемпионат мира по футболу, Мундиаль, пожалуй, главное спортивное мероприятие после Олимпийских игр. И в связи с этим действительно о Казани знают, Казань ценят, сюда хотят приезжать люди, ну и хочется надеяться, что такая тенденция продолжится, потому что после чемпионата мира там еще ожидает первенство WorldSkills, если я не ошибаюсь, в 2019 году. То есть никогда не закончится. И это не есть плохо, я считаю, это не есть плохо, это лишний повод развиваться, все-таки достаточно вспомнить, как город выглядел 10 лет назад, ну и вот здесь я, так скажем, против фразы Руслана выскажу насчет парковки в центре города. Человек, который живет в центре города, это здорово, что так сделали, потому что иногда днем свою машину нигде не припаркуешь. Ну да ладно, просто достаточно вспомнить, какие дикие пробки были здесь в 2005-2006 году, а я скажу, что изменилось кардинально. Хорошо, Саша, вот еще интересно, ты говоришь, ты так часто принимаешь гостей, друзей здесь, куда ты их вводишь, что ты им показываешь? Я чаще, конечно, работаю и пытаюсь друзей познакомить с своими друзьями, но знаю, что, конечно же, опять же, как человек, который живет в центре города, ну, по центру можно гулять долго, очень долго, можно потратить весь день. Я несказанно рад, что наконец-то в Казани выстроена набережная, наверное, это то, чего действительно коренные жители Казани хотели, была возможность для этого абсолютно точно, то есть здорово, что инфраструктура для этого была построена, такой архитектурный ансамбль, да, как сделан вот от Казанского Кремля, дворец единоборств, дворец водных видов спорта и Казань-арена, ну и, главное, местным жителям нравится, поэтому я думаю, что это можно считать успешным. Ну и вот в прошлом году, когда к нам приезжали знакомые, мы их возили на озера, которых в Казани тоже достаточно много, будь то там глубокое-голубое, это живописно, это интересно, ну и, конечно, Свияжск тоже был нами в прошлом году посещен. А можно еще в дополнение по поводу спорта? Он на самом деле тоже интегрирован активно в туристическую действительность, и мы, он не особняком, мы его не отделяем, и туристам действительно, особенно групповым туристам, интересны все те спортивные объекты, которые у нас построены, и туристко-информационный центр у нас реализует такую большую экскурсию Казань спортивная, с посещением основных объектов, и такая она очень познавательная, уникальная, и такая мужская, и действительно интересная для туристов. Оксана Николаевна, расскажите, пожалуйста, какой будет летний сезон? Чему можем удивить как гостей нашего города, так и местных жителей? Что их ожидает? Прям удивить? Ну я, собственно, уже отвечала на этот вопрос частично, да, теми событиями, теми мероприятиями, фестивалями, ярмарками, гастрономическими, национальными шоу, и вообще, в принципе, атмосферой нашей. Все больше и больше людей, и я каждый раз слышу этот комментарий, нет ни одного туриста, который с этим комментарием бы, ну как-то не поделился им, что все отмечают нашу уникальную способность жить двумя религиями, и жить вместе и дружно, все активно отмечают нашу теперь почему-то улыбчивость, хотя я как-то вот, может быть, действительно не замечала это до 13-го года, вот когда пошли изменения, люди сначала как-то очень агрессивно, а потом, видимо, мы привыкаем к хорошим, и такие все стали доброжелательные, милые, добрые, и это, конечно же, гостеприимность наша вообще невозможно не заметить, ее отмечают все. Ну и, конечно же, наши традиции, и культура, и быт, она поражает людей до сих пор, и люди интересуются этим, каждый раз приезжают. По событиям мы можем сделать вам отдельную сводку, у нас есть информационный туристский портал официальный, visit.arstan.com, и там можно получить всю подробную информацию о событиях, которые планируются, об объектах, которые там делают различные развлечения, ну то есть это все можно собрать, аккумулировать, на сайте посмотреть, изучить. Ну и как раз интересно, вот у вас, ребят, кто есть в студии, спросить, вам как, ну, вы нейтрально относитесь к тому, что если наш город заполонят туристы, что они будут летом везде и всюду? Нет, ну в целом вообще хорошо, пусть приходят, приезжают, кушают наши треугольники, чак-чак, вот, ну, как ни странно, насчет чак-чака тоже вот интересный случай. Сейчас его в других городах тоже очень просто найти, вот, в магазинах он есть, это, я думаю, что это тоже успех хороший, Татарстан, причем есть наших казанских предприятий, не местных, ну, не местных в тех регионах, и даже не марийских. Вот это радует, ну, все-таки у нас достаточно все хорошо, но проблема есть такая насущная. Это дорогие билеты в Казань, вот, и дорогие билеты из Казани в другие регионы. То есть, в частности, это, я имею в виду, конечно же, авиасообщение. С этим хотелось бы тоже проработать. Это, конечно, не единственная проблема, которая у нас есть, но я думаю, что это не тема сегодняшнего эфира, обсуждать проблемы, да, они есть в каждой отрасли всей индустрии туризма, но, собственно, это очень важный вопрос доступности и транспортной доступности, и не только в транспорте, и визовой поддержке, если мы говорим о иностранных туристах. Ну, кстати, интересно, кто больше всего к нам приезжает сейчас смотреть нашу республику, если мы говорим об иностранных туристах? Какие страны? Это в основном, как всегда, да, это финны, сейчас у нас была большая программа «Тысяча один финн». Это финны, это Великобритания, это Германия, то есть они точечных достаточно много. У нас есть большой исследовательский проект, называется он «Портрет туриста». Это когда мы на основных точках собираем всю информацию о туристах, которые к нам приезжают. То есть мы знаем, кто наш турист всех сезонов, и лето, и зима, и осень. Видите, отчеты можно найти на сайте Центра развития туризма и посмотреть, из каких стран к нам люди ездят, кто эти люди, сколько им лет, чем они интересуются, откуда они нас узнали, из каких источников социальных медиа или интернета они пришли, и почему они посетили Татарстан. То есть эти все данные мы аккумулируем, поэтому все там очень подробно можно уточнить. — А тебе хочется добавить, что на самом деле я рад, что к нам приезжают туристы из других городов и стран, и лично для меня это всегда, ну, как минимум необычный день календаря, когда если вот кто-то в гости приезжает к друзьям, сам зарегистрирован в каучсерфинг, может быть, вы знаете туристическая сеть, принимаем гостей с друзьями, сами путешествуем, ну и всегда приезд, будь то бразильцы, американцы, немцы, с которыми мы иной раз гуляли, это всегда действительно необычный день, потом вспоминаешь об этом, показываешь им город, это действительно круто и интересно. Ты, в конце концов, если тебе позволяет, ты практикуешься лишний раз в английском языке с носителем языка, что как минимум не есть плохо. Ну и также хочется добавить, что вот в своих командировках, поездках к друзьям с огромным удовольствием заказывают в больших количествах чак-чак и толкашки. Они просто это обожают и говорят, что это как минимум одна из причин, по которым хочется сюда приехать. Ну и хочу добавить, что, надеюсь, что вот выпускники Светланы Александровны в скором времени поступят в распоряжение Оксаны Александровны, и они разработают действительно бренд, которого, ну вот на мой взгляд, все-таки его, может быть, не хватает. Ну что ему не хватает, Саша, как ты считаешь? Я не могу сказать, что я действительно знаю, во-первых, бренд о Казани, пока, может быть, я просто его не знаю, визит Татарстан или визит Казань, да, но вот опять же, если по своему собственному опыту, там множество стран и городов, где я был, да, если там Нью-Йорк, это яблоко, это бренд, там берлинские мишки, допустим, все мы это знаем, то есть, ну вот что-то такое. В Казани, наверное, этого не хватает, и все мы знаем о бренде «Наследие Татарстана», который, ну, знаем и знаем. Вот хочется, чтобы... Ну подождите еще, мы только запустили это 25 марта, и, собственно, мы сейчас... Я ни в коем случае вас не корю, я, наоборот, хочу, чтобы действительно туристы, которые приезжали в Казань, потому что, ну, кого не спросишь сейчас, ну, честно, я могу, конечно, на свой спорт все пенять, ну, вот скажет Казань, а, это Рубин, Рубин, который Барселона обыграл. Прошло 6 лет, ребят, 8 лет уже прошло, надо продвигаться. Мы работаем над этим, это действительно непростой процесс, например, мы же очень активно изучаем международные опыты, у нас, собственно, весь офис визита Татарстана, вся работа внутри нашего турбренда, она была очень много позаимствована у визит Финланд, визит Холланд, визит Бриттен и так далее, могу перечислять бесконечно. И как они утверждают по своему опыту, ну, лет 25, 30, 50 нужно на становление, и лет через 10 мы хоть какие-то результаты можем увидеть. Поэтому говорить о том, что это все легко и быстро, это, конечно, узнаваемость бренда, да, это такой процесс очень небыстрый. Но мы, собственно, в 16-м году к этому пришли и полтора года занимались разработкой, и вот... Повторюсь, это было не укор, это было предложение и пожелание, и действительно можно сказать, что Казань движется абсолютно в правильном, чуть-чуть уверенном направлении, опять же, в сравнении с десятком стран, где я был, в Европе, Америке и так далее. Ну, или даже с десятком городов России, у которых даже не было такой, в принципе, возможности вот встать на ту ступень, ну, можно, в принципе, сказать, третью ступень, да, пока, по тому, как мы привлекаем туристов. Хочется, действительно, тоже пожелать, чтобы это только развивалось и появился такой конкретный бренд, да, чтобы мы вот могли прям такую хорошую ассоциацию, ну, помимо, там, Чак-Чака и треугольников произвести, да, с тем, чтобы к нам приехало как можно больше туристов. Ну, что ж, я желаю, чтобы этот сезон был очень таким активным, и в том числе, если кто-то не может уехать в другие города или в другие страны, прекрасно провели свои отпуска у нас на родной земле, да, потому что, действительно, наша земля богата, не знаю, различными и достопримечательными архитектурами, музеями, то есть, кто хочет, он найдет, правильно, он выйдет, уедет, не знаю, там, на другой остров, то же самое Свияжск, и прекрасно проведет, наверное, свой отпуск, да, с тем учетом, что в Казани, в Татарстане много возможностей, чтобы... Тысяча. Тысяча и одно удовольствие. Хорошо, вы смотрели ток-шоу «Твердый знак», увидимся с вами на следующей неделе. Субтитры подогнал «Симон»!